В этом видео мы разберем с вами, что такое проверка диска на наличие ошибок. Нередко бывает такое, что Windows начинает работать некорректно. Например, как я показывал в моем прошлом видео под названием «Черный экран смерти». То есть, черный экран смерти – одна из причин. Это как раз проблемы, которые связаны с жестким диском. И причина возникновения таких ошибок – это биты сектора на жестком диске. Сектор, если вы посмотрите на эту схему, то есть у нас жесткий диск поделен на разделы. То есть, здесь мы можем видеть, вверху у нас есть дорожки. И помимо этого, дорожки еще поделены на вот такие вот сектора. И эти сектора могут быть повреждены тем или иным способом. Например, вы уронили жесткий диск или компьютер, стукнули его или что-то еще произошло. Диск перегрелся в жаркую погоду и так далее. То есть, неважно, по каким причинам это произошло. Может быть, диск уже просто старый. Его диск какая-то лет. И он уже просто реально рассыпается. И появляются вот такие сектора, такие вот моменты, вернее, такие вот участки на жестком диске, которые уже не поддаются записи и воспроизведению на этих местах. И вот представьте, что вот эта вот зелененькая полосочка, которая охватывает три сектора, да, это как раз у нас вот битый сектор, да, то есть битый вот сектора. Вот. Если вы, например, что-то записываете на такой диск, то вот эта часть у вас будет пропускается, как будет в записи, да. То есть, часть файла, она не будет доступна, и программа не будет работать, компьютер будет зависать, да. То есть, возникает различного рода проблемы, синие экраны и так далее, да. Окей, и давайте посмотрим, как можно провести проверку диска на наличие ошибок, да. Чтобы сделать проверку, заходим в меню пуск, запускаем, нажимаем на компьютер, у нас появляются диски. Здесь щелкаем, например, правой кнопкой мышки и выбираем свойства. Здесь мы идем в сервис. Вот. И здесь видим дефолментацию диска, то есть в одном из видео я показывал, что это такое, можете посмотреть. Вот. И есть проверка диска на наличие ошибок. То есть, нажимаем на выполнить проверку. Вот. И здесь ставим галочку проверять и восстанавливать поврежденные сектора, да. Нажимаем и жмем запуск. И начинается проверка. Я пока это дело отменю. Компьютер находит вот такие вот поврежденные сектора и уже знает, что они там есть, и просто их обходит, он не записывает на эти места. И таким образом, как бы, вот все ваши данные, и они находятся в сохранности, и компьютер продолжает работать, несмотря на то, что какие-то части диска уже являются поврежденными. Вам понравилось это видео? Если да, то ставим пальцы вверх и подписываемся на мой канал. Прямо под этим видео вы можете найти ссылку на мой сайт Компьютерный гений и группу ВКонтакте. Заходите туда и будьте в курсе последних видео и новостей. И у меня к вам такой вопрос. Какие у вас бывают проблемы с компьютером или компьютерными программами? Обязательно напишите об этом в комментариях прямо под этим видео. И следующее видео я сниму как раз по этой тематике и помогу решить вам вашу проблему. С вами был Бойко Алексей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok